Как правоохранительные органы узнали о минировании и какие действия предприняли после этого? Осмотр здания администрации с использованием служебной собаки, которая подготовлена поездка учителя к веществу, произведен осмотр межпроисшеств и взрывных устройств не обнаружено. В ходе оперативных мероприятий был установлен гражданин 1961 года рождения, который развел этот звонок. Данный гражданин был доставлен в органы книг дел, опрошен по данному факту в отношении данного гражданина. 9 числа возбуждено уголовное дело по статье 207, части 3, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Каков обычный механизм реагирования в таких ситуациях? При поступлении на телефон полиции подобное сообщение о возможном обнаружении подозрительных предметов, либо об обнаружении, как предполагают, взрывного устройства, на место незамедлительно направляется наряд, который находится ближайший к этому месту, который подтверждает или опровергает эту информацию, после чего на место выезжает следственная оперативная группа, другие экстренные службы, МЧС, клиническая больница номер 50. Также отцепляется место происшествия и дальше происходит обследование предмета, если он обнаружен, либо помещение, здание на предмет отхождения зерных устройств, с использованием служебных собак, которые подготовлены на поиск различных веществ. Кто принимает решение об эвакуации и как в целом она проходит? Решение на эвакуации принимает руководитель органов ФСБ, на местном органе, в случае в отсутствии руководитель органов МВД по местному обнаружению. Я знаю, что были в городе все работники администрации и проводился осмотр места происшествия, здания администрации на предмет отхождения. Осмотр проводился несколько часов, все кабинеты были осмотрены, в том числе с использованием служебного родственной собаки. То есть факт обнаружения не подтвердился. Все кабинеты, которые там находятся, все были обследованы 100%, начиная от подвальных помещений и кончая с собой кабинетом, в том числе и глава администрации. Какое наказание грозит звонившему? В 8 лет решения свободы, когда на статье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова